Привет, добро пожаловать на мой канал Питер в кармане. Сегодня я вас привез в Шлиссенбург. В любое время, в любом месте, Питер в твоем кармане. Для того, чтобы туда добраться, я выбрал самый короткий способ. От станции метро Дубенко сел на автобус и доехал туда буквально за 40 минут. И первое, что нас встречают в этом прекрасном городе, это Невский судостроительный и судоремонтный завод. Это то самое место, где строят суда для славы российского флота. Далее мне по пути встречается очень много мостов. Но я бы хотел рассказать немного о самом городе. Живописный, довольно контрастный город, расположенный на берегу озера Ладожское, с необычным названием, был основан еще в 12 веке. Кстати, сейчас на видео я вам показываю непосредственно музей истории Шлиссенбурга. Очень интересное место, рекомендую посетить. Все это в шаговой доступности, буквально рукой подать от того места, где вы непосредственно встаете и видели предыдущие кадры. Это все находится крайне рядом. Ну а это памятник Петру, разумеется. И он такой не один в Шлиссенбурге. Так вот, вернемся к истории. На острове Орех, один известный новгородский князь, приказал воздвинуть большую деревянную крепость. Кстати, такое название остров, с ним и крепость, о которой я только что рассказал, получил по той причине, что на его территории росло много лещины. Больше известный, как Лесной Орех. Вместе с крепостью на острове образовалось оселение. Через несколько лет князь дополнительно укрепил цитадель. Воздвинул крепкие стены и башни вокруг острова. Заданием новой крепости являлась защита новгородских земель от нападения шведских войск. Но все-таки через 300 лет Орех все-таки был захвачен шведами. Хочу заметить, что во время разгара Северной войны Шлиссенбург имел важное стратегическое значение. Ну а сейчас, чтобы немного отвлечься и перейти во что-то более духовное, я вам покажу церковь Николая Чудотворца. Кстати, у ворот здесь расположена остановка, на которой мы с вами уедем потом в дальнейшем в Петербург. Ну а прямо сейчас вы можете заметить и увидеть на моем классном видео шлюзы канала Петра Первого. Их очень тяжело не заметить даже зимой. А это, кстати, единственный в мире мост, замечательный своей легкостью, красотой и прекрасными монолитными колоннами из розового гранита, который ведет нас прямо к Красной площади. Да-да-да, вы не ослышались. Красная площадь есть не только в Москве, но и в Шлиссенбурге тоже. А сейчас вы можете увидеть старый адмиралтейский якорь, который был выловлен на дне Невы и установлен на углу Петровского моста и Староладожского канала. Ну а прямо напротив, в центре, возвышается памятник соратнику Петра Первого, графу Савве Рагузинскому. Кстати, благодаря этому человеку в России ввели принцип разменных денег. Но в небольшом парке Победы под открытым небом стоят корабельные орудия. Все экспонаты боевые, снятые с вооружения. Это настоящий рай для детишек. По экспонатам можно лазить, трогать руками абсолютно бесплатно. Тут же, кстати, и бюст, памятник Величью Ленину. А сейчас вы можете наблюдать памятник Маяк, который посвящен работникам Невско-Ладожского технического участка. Местные жители называют этот мемориал просто Маяк. Далее через этот парк мы с вами спускаемся к набережной и немножечко прогуляемся здесь. Посмотрим, что здесь интересного. Как уже мне стало известно, довольно-таки поздно, но я, в принципе, догадывался об этом, но все же. Добраться до крепости можно только в теплое время года. Зимой мне это не удастся. Кстати, вот тоже еще один памятник Петру Первому. Поэтому я выбрал для себя нелегкий путь. Все-таки крепость я хочу увидеть. Пускай я не попаду непосредственно на остров, но хочу видеть сблизи. Но, к сожалению, вот со Шлиссенбурга вид, вот сами видите какой, постройки вот эти, да, обычные какие-то дома немножечко вид портят. И я даже снять для вас не смогу красиво, и сфотографировать не смогу красиво. У меня не такой обалденный зум, чтобы можно было увеличить так, чтобы не было видно вот этих всех построек, линий коммуникации, электрокоммуникации, и вот этого островка предолговатого. Поэтому я кое-что решил сделать другое. И совсем скоро вы об этом узнаете. Ну, а сейчас я вам покажу просто какие-то дома. Я не знаю, чем они служат. Я не вдавался в подробности. Мне поразил просто вид на церковь. Такой потрясающий был... Была погода, было солнце. И вот, собственно говоря, я оттронулся. Тронулся не умом. А тронулся в путь. К сожалению, увидеть всю красоту и очарование крепости. Со стороны Шестимбурга мне удалось. Поэтому я проложил маршрут другой. Приехал в поселок Морозово. По вот этому вот маршруту запоминаю. Чтобы как можно ближе и без всяких вот этих вот построек, да, таких обычных, да, жилых деревьев. Увидеть эту все-таки крепость. И получить то самое удовольствие, ради которого я сюда и приехал. Эстетическое удовольствие. Вот мы с вами гуляли вот здесь, с этой стороны. Вот собор, знакомый вам. Это Шестимбург. И вот та самая крепость. Тот самый вид, ради которого мы с вами сюда и приехали. По-моему, потрясающе. Стоит потратить каких-то там 100 рублей. Для того, чтобы сюда приехать. И в зимнюю пору видеть эту красоту. Видите, лед уже потихонечку сломает. Это говорит о чем. Вот я еще решил показать объемным зумом всю эту красоту. Эту прекрасную погоду, весну. Просто класс. Ну вот и наше видео подошло к концу. Не забывай на меня подписываться, ставить лайки. Есть офигенный канал на YouTube. Есть даже свой Telegram канал. Есть классный мерч и есть платная подписка. Пока.